Приветствую. Немного стали известны подробности драки, в которой пострадал Павел Прилучный. По факту потасовки заведено дело, которое сейчас находится на контроле у руководителя регионального УМВД. В минувший понедельник стало известно, что Павел Прилучный обратился за помощью к медикам с травмами головы и повреждениями лица. Чуть позже выяснилось, что актера госпитализировали после избиения. Примечательно, что травму головы звезда Мажора получил 21 ноября в Калининграде. Однако решил добраться до Москвы, чтобы получить помощь специалистов там. По разным оценкам, в столичной клинике Прилучный пробудет минимум две недели, так как травмы он получил серьезные. Врачи диагностировали у Павла смещение скуловой кости и вывих нижней челюсти. Накануне вечером близкий друг Павла, калининградский бизнесмен Илья Васильев, рассказал, что пообщался с артистом прямо в ночь перед операцией. Дружба Васильева с Прилучным началась со съемок «Преступление» несколько лет назад. Приятель актера и осветил некоторые детали произошедшего. «Мы общались с Павлом в 12 ночи перед операцией по WhatsApp, обменивались голосовыми сообщениями. Он сказал, что все нормально, чтобы я не переживал, что здоровье стабильное, что готовится к операции. Действительно, драка в клубе «Завод» была. Павел получил телесные повреждения. На мой взгляд, повреждения тяжкие, но в этом будет разбираться полиция», рассказал Васильев. Илья также отметил, что Прилучный в момент инцидента был не один. В клубе актер отдыхал со своим тренером по боксу и водителем. По одной из версий Ильи, артист поехал в клуб, чтобы посмотреть локацию для съемок фильма «В клетке 2». По словам Калининградца, Прилучный в момент драки не был пьян. Он был абсолютно трезвый. Это совершенно точно, это подтвержденный экспертизами факт. Обо всем, что мне известно по этому делу, я сказал полицейским, когда меня как друга Павла опрашивали по этому факту в ходе первоначальной проверки.